Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, большинство людей, которые приходят заниматься в залы, просто выбирают три раза в неделю, насколько это эффективно. Во-первых, хочу сказать спасибо дяде Алику за то, что вообще затронул эту тему, пригласил нас в эфир, потому что тема такая для севера очень важная, так как в основном все ведут сидячий образ жизни, лишний раз не разгуляешься из-за погодных условий. Поэтому это как раз-таки говорит о том, что нужно больше посещать тренажерные залы и не лениться. Три раз в неделю, если брать три раз в неделю, да, по мне так это очень мало. Это можно три раз в неделю, если ты уже добился тех результатов, которые ты там перед собой поставил, какие-то определенные цели. И тебе нужно поддерживать эту, поддержать там форму, там вес определенный, какие-то там свои достижения держать на этом уровне. Но если у тебя какие-то там более завышенные требования к себе, конечно, три раз в неделю это маловато все-таки. Но сколько раз в неделю нужно ходить? Ну, хотя бы четыре-пять. Четыре-пять? Да, все зависит опять-таки от цели, от настроя, от упорства. Если человек хочет просто пойти там провести время какое-то, да, тоже хорошо, чем он там полежит на диванчике, где-то там пивка попьет. Лучше приходите в зал, побегайте, походите, подтягайте, ничего страшного в этом нет. В любом случае это вас разгрузит от каких-то ваших там ежедневных проблем, рабочих там загрузок, моральных каких-то перегрузок. Это важно, конечно, очень. Приходит человек-новичок в зал. Вот посоветуйте, лучше заниматься с персональным тренером или можно начинать самому? Здесь, наверное, я скажу такое мнение, что, опять-таки, исходить нужно из цели человека. Если он пришел провести время, разгрузиться от мыслей и так далее, тут, возможно, ему тренер даже не понадобится. Есть, опять же, контингент людей, которые занимаются на довольно-таки высоком уровне, им тоже тренер не нужен. Если мы говорим все-таки о начинающих, я бы сказал, архиважно начинать делать все правильно. Спорт, такой как фитнес, бодибилдинг, ровно такой же по значимости в постановке техники. То есть здесь важна техника выполнения упражнений, важна она высоким риском травмообразования. Спорт довольно-таки серьезный, спорт агрессивный, не любящий, не допускающий, не прощающий ошибок в технике. И если говорить с мужской стороны, мы, естественно, хотим побольше веса, побольше работать, побольше мышц. И начинаем, естественно, при отсутствии техники травмировать себя, разрушать свои суставы, неправильно восстанавливаться. И приводит это все к травмам, травмам, еще раз травмам. Зачастую это плечевые суставы, поясничные, колени. Очень много таких опытов, так скажем, очень много ребят, которые уже получили травмы, только потом приходят к специалистам и тратят время уже не на построение своей фигуры и целей, а на зализывание ран, так скажем, и заучивание новых техник. Ну вот часто слышим, что фитнес – это самый здоровый вид спорт. Там учитывается, разумеется, и питание, и сами тренировки. А сейчас вы говорите о том, что очень трудный, сложный вид спорта, травмоопасный. Здоровым его можно назвать по праву, но, опять же, исходя из целей. Если человек приходит заниматься уже профессиональным бодибилдингом и фитнесом, то есть на соревновательном уровне, здесь все-таки идет уже речь о серьезных нагрузках, о серьезных целях, подходам тренировки, тем же рационом. Тут уже возрастают риски травмообразования, потому как рабочие веса растут. Если же говорить об оздоровительных функциях такого вида спорта, то соглашусь, он довольно-таки мягкий, добрый спорт, так скажем, и подходит практически каждому, потому что упражнения нацелены на реабилитационные функции суставов, на тонизацию мышц, на укрепление кожи, подтягивание даже кожи за счет определенной физической нагрузки и поддержания определенного рациона. Вы стали говорить по поводу фитнеса и бодибилдинга. Это разные виды спорта или это одно и то же? Чем отличается? Бодибилдинг – это прям дисциплина. Есть федерации, есть регламенты проведения таких соревнований. Фитнес же объединяет под собой скорее все-таки активность. То есть в фитнес направлении бывают групповые занятия, тренажерный зал, различные секции фитнеса. То есть йога – это тоже фитнес. Тренажерный зал, подкачать бицепс – это тоже фитнес. Но если говорить уже о соревновательном спорте, то это дисциплина бодибилдинга. Продолжение следует...